Семен Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, начнем с главной новости. Театр драмы впервые в истории деятельности номинирован в премии «Золотая маска-2021». Расскажите, пожалуйста, почему все театры любых статусов в стране стремятся вот в эту премию номинироваться? Все очень понятно. Все очень просто, очень понятно. На сегодняшний день «Золотая маска» — это, ну, наверное, в новейшей истории единственная национальная театральная премия, всероссийская. Попасть в номинанты, в которые мы все стремимся, потому что это оценка, ну, не только конкретного спектакля, хотя в первую очередь, конечно, конкретного спектакля, но и, наверное, работы всего театра. Основной генеральной линии, подхода, интересов, поэтому, конечно, престижно, конечно, достойно. Мы не первый раз подавали свои спектакли на «Золотую маску». В прошлом году мы с Фаустом вошли в лонг-лист и вот в этом году уже в номинанты. Ну, мы поздравляем вас и теперь поговорим, пожалуй, о том спектакле, который попал в номинанты — это «Пиноккио. Переплыть море» итальянского режиссера Луизы Гуаро. Как же сложилось такое сотрудничество с итальянскими коллегами? Это достаточно длинная история. Мы проводим, ну, в этом году уже был пятый международный театральный фестиваль «Свидание на театральной». И в свое время, в 17-м году, Луиза Гуаро прислала свой спектакль на наш фестиваль, заявку. Спектакль был очень неплох. Он попал в афишу фестиваля. И вот так мы познакомились. Спектакль был «Король ухмыляется». Необычная работа, три актера. И очень он понравился нашему рязанскому зрителю. И когда на следующий год Луиза опять прислала нам заявку в фестиваль, был спектакль «Хлеб. История любви во время войны». Мы сделали исключение, скажу вам честно. Обычно мы стараемся дважды один и тот же театр не брать в афишу фестиваля подряд. Тем более, ну, как-то это некрасиво. Хочется все время новых театров, новых спектаклей, новых коллективов. Но спектакль был настолько хорош, что мы включили в афишу уже и следующего фестиваля этот спектакль. Ну, и, естественно, зародилась дружба. Зародились отношения профессиональные, конечно, прежде всего. И дружеские. И когда, например, встал вопрос на форум древних городов о приглашении коллектива из Италии, однозначно мы пригласили Луизу Гуару с ее театром. Очень необычный режиссер, очень необычный подход. Благодаря тому, что у Луизы не только режиссерское образование, но и образование психолога, философа. Она ставит спектакли, знаете, таким... Вот каким должен быть театр. Когда ты приходишь в театр не просто повеселиться, отдохнуть, а когда ты уходишь со спектакля с размышлениями, с какой-то новой философией, это очень важно. На мой взгляд, это очень важно. Мы делали эксперимент. Мы в 2019 году решили, что мы поставим зарубежную классику разных стран, но чтобы постановочные группы были из этих стран. Поэтому у нас был немецкий проект, где был и немецкий художник, и немецкий режиссер. И был спектакль «Пиноккио», где Луиза была режиссером, и художник по свету был тоже из Италии. Пако. Спектакль удался. Спектакль любим. Спектакль интересен. И я очень доволен, что этот эксперимент удался. Действительно, нам удался. И действительно любимый рязанским зрителям. И при этом, исходя даже из вашего ответа о философии, о философском наполнении, получилась такая из классики детской литературы философская притча о поиске жизненного пути. Минимум актеров, минимум бутафории. Так кому же смотреть? Детям или взрослым? Или эти и другие могут? Ну, прежде всего, давайте мы скажем честно, что «Пиноккио» – это в нашем представлении, поскольку перевод Буратино, и для нас это детская сказка, которую мы с детства все знаем. В итальянской культуре это немножко другая история. Да, это более глубокая, более философская такая притча. Это даже не сказка, это притча, по сути, по своей. И Луиза именно ставила с точки зрения, конечно, итальянской культуры этот спектакль. Его могут смотреть и дети. Там есть, конечно, моменты такие, ну, скажем, достаточно жестокие. И я бы, конечно, не привел бы маленького ребенка на этот спектакль. Это скорее такая подростковая все-таки история. Подростковая. Могу сказать, что некоторые подростки у нас не единожды смотрят этот спектакль. Это уже, знаете, вот когда зритель приходит не один раз, и этот зритель не театральный. То есть вот он пришел первый раз, вообще в театр посмотрел, особенно для подростков, да, и приходит потом еще раз и еще раз, это, конечно, знак качества спектакля. Это прямо вот однозначно, что спектакль зашел, спектакль имеет своего зрителя. И зацепил. Да, да, зацепил точно. Поэтому этот спектакль скорее ориентирован на такую подростковую и взрослую аудиторию. Говоря вот о Луизе Гуару, вы сказали, что познакомились впервые. Наш театр познакомился с ее творчеством в рамках свиданий на театральной. Недавно завершился фестиваль этого года. К нему тоже сейчас давайте подойдем. В рамках этого фестиваля довольно часто встречается сотрудничество с другими странами. Про этот год, если говорить, что можете? Этот год, конечно, был достаточно сложный. Мы все прекрасно понимаем, и та обстановка, и ковид, и вот все сразу, и ограничения связаны с общей такой мировой ситуацией. Поэтому, конечно, мы не смогли те коллективы, которые должны были зарубежно участвовать вживую, но посмотреть на нашей сцене мы, к сожалению, не смогли. Увы и ах. Многие отказались. Я могу сказать, что трупы, например, из Италии к нам должна была тоже приехать. Уже не Луиза, сразу говорю. Они отказались приезжать. Причем задолго еще до начала фестиваля они прислали письмо, что, к сожалению, мы боимся, что ситуация будет сложной, и, в общем-то, простите, но не сможем приехать. До последнего момента мы надеялись, что приедет коллектив из Харькова. Более того, мы провели огромную, я не боюсь, но словно, китоническую работу с обеих сторон, чтобы состоялся спектакль вживую у нас на сцене. И до последнего надеялись, что все-таки так произойдет. Но, увы, конечно, не получилось у нас ничего из этого. Поэтому спектакль был представлен в виде такого видеоформата. Они прислали нам хорошие видеозаписи. И зритель, для нас это было такое новшество, потому что мы никогда не показывали на зрителя спектакли в видеоформате. Ну, это был такой эксперимент. Времена диктуют, да? Диктуют свои правила. Этот спектакль мы показали в видеоформате, и жюри оценивало видеоформат работы. Увы и ах. Увы и ах, потому что очень хотелось посмотреть вживую. Помимо вот этих новшеств, связанных с независимыми от нас обстоятельствами, с ситуацией в мире, чем запомнились свидания на театральной в этом году, те, которые вживую происходили на этой сцене? Ну, во-первых, у нас в этом году так получилось. Причем я не скажу, что это мы специально, знаете, вот так отбирали как-то. Так случилось действительно. Что в основном спектакли были либо современной драматургии, либо это была классика, которая переработана в современной драматургии. Это интересно. Это необычно, потому что, скажу честно, современные драматурги, они часто нас балуют хорошими какими-то такими пьесами, которые хочется поставить. Но вот этот фестиваль был именно такой, что вот хорошие спектакли, современные, хорошие, интересные работы. Ну, и второе, чем запомнилось, наверное, что для нас, для всех, для всех коллективов, которые участвовали в фестивале, это был такой, знаете, глоток воздуха. Потому что вот среди этих ограничений провести фестиваль, да, пусть вот совсем немножко зрителя, да, вот в таком странном режиме, только показы, обсуждения в масках, но все равно фестиваль состоялся. Для нас это очень важно. И могу вам сказать, что, например, театр из Иванова, драматические театры из Иванова, который к нам приезжал со спектаклем Леха, они чуть ли не плакали, потому что у них это открытие сезона. У них запрещен театр. И для них это было открытие сезона. То есть они впервые здесь играли? Да, да, на зрителя. Они увидели зрителя первый раз за этот сезон. Это очень ценно. Действительно ценно было. И учитывая вот эти грустные новости, о все новых усиливающихся ограничениях, конечно же, всех нас и телезрителей, и нас самих интересует вопрос о том, как же будут новогодние спектакли происходить, если они будут. Спектакли, конечно, будут. Мы не можем совсем лишить детей праздника. К счастью. Да, счастья. Да, новогоднего счастья. Конечно, из-за ограничений мы вынуждены отказаться от интермедиа-еолог, от общения с Дедом Морозом за руку, скажем так. Да, существует огромное количество родителей и детей, которые очень любят фотографироваться с Дедом Морозом. Мы за это очень переживаем, думаем, как это все осуществить. Тут разные уже были теории. Стеклянные коробки для Деда Мороза и так далее. Ну, это, конечно, все смех. Мы нашли вариант, режиссер нашел вариант, что все-таки Дед Мороз выйдет к детям, но со сцены, на расстоянии, что спектакль будет. Я не буду рассказывать всех подробностей, но спектакль, конечно, будет с участием Деда Мороза. Конечно, дети увидят Деда Мороза и Снегурочку и даже как-то смогут пообщаться из зала с ним. Конечно, будет всего лишь 200 человек в зале. Для новогодней компании это, знаете, очень необычно, мягко скажем. Но я думаю, что праздник мы все равно подарим. Главное, что он состоится. Это действительно так. И раз уж мы сегодня заговорили о том, как театр благополучно взаимодействует с иностранными коллегами, то знаю о том, что новогодние акции компании тоже проводятся в тесном сотрудничестве. С кем, расскажите? Это очень интересная история. Мы много лет сотрудничаем с финскими партнерами. В рамках Российского финляндского культурного форума. Это такая платформа, на которой организуются различные совместные мероприятия. Мы представляли в Рязани совместные мероприятия не единожды с волшебным театром ТТ-13 из города Хельсинки. И адаптированные спектакли для российского зрителя. И просто показы их спектаклей. Мы выезжали в Финляндию. И в этом году мы участвовали тоже в Российско-финляндском культурном форуме. И выиграли грант на совместный проект. Для нас это немножко странное мероприятие. Неделя Дедов Морозов в Финляндии. Ух ты! И наш спектакль будет открывать эту неделю в Финляндии 3 января. Ну, конечно, в онлайн формате, потому что границы закрыты, и мы не можем привести спектакль в Финляндию. Очень ждут наши финские партнеры этого спектакля. Они уже тут вот, уже написывают, хотя спектакль еще мы не выпустили, но они уже написывают, покажите хотя бы кусочки, хотя бы что-то. На русском языке, для русскоязычных детей, и в том числе, конечно, для финских детей. Для нас это тоже такая некая новая граница, потому что онлайн спектакли для зарубежных партнеров мы еще не делали. Для России мы делали, но для... Ну, в принципе, это не сильно отличается, но есть свои нюансы. Тоже не буду раскрывать всех секретов, но специально в спектакле предусмотрены какие-то вещи, которые именно для финских наших партнеров. И могу вам сказать, что это сотрудничество, оно более глубокое, потому что уже есть заинтересованность финской стороны в том, чтобы все-таки мы приехали, как только откроют границы. Будем приоткрывать такую завесу тайны, как хотя бы рабочее название этого спектакля для наших телезрителей? Нет, на самом деле это уже не секрет. Это госпожа Метелица, госпожа Метелица, которая написана Олегом Пичурином, артистом нашего театра. Интересная пьеса. Я думаю, что будет замечательный спектакль. Спасибо вам, Семен Борисович, и всему коллективу театра, что в это непростое время остаетесь с нами. Мы стараемся. Будем ждать того времени, когда и с зарубежными коллегами сможем встретиться не только онлайн. Да. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok